Дом на Ведовой в Хостинском районе признан аварийным и подлежащим сносу. Решением суда он должен быть расселён. Но федеральная программа по расселению граждан была завершена в 2012 году. Власти Сочи проводили активную политику по предоставлению жилья врачам и учителям. 240 квартир получил медицинский персонал, 156 – учительский корпус. Теперь же первые в очереди на новое жильё жильцы с Ведовой 33. Продуман алгоритм переселения. По каждой семье, по каждой квартире должно быть понимание, по дорожной карте, что вот так, до 1 сентября мы передаём 40 квартир, это собственникам передают. Дальше у нас есть Ленина, скажем, 286, там у нас есть 50 квартир. Мы их передаём, не передаём, вот как должно было быть. То есть я требую от вас конкретных действий по исполнению решения суда. На планёрном совещании также встал вопрос о завершении избрания формы собственности в многоквартирных домах и об обязанности граждан по поддержанию санитарного порядка во дворах и территориях общего пользования. Для тех сочинцев, кто так и не выбрал форму управления домом, а таких домов 49, проведут открытый конкурс по отбору управляющей организации. Этим будет заниматься департамент городского хозяйства. Я не скажу, что это дома брошены или бесходные. Это новые дома, которые недавно были введены в эксплуатацию. Мы понимаем, почему это проблема. Потому что часть жильцов является иногородней, приобретают помещения и живут и приезжают сюда только на несколько дней в период летнего сезона. Поэтому я понимаю, что эта причина объективна, им сложно договориться. Но вместе с тем, тем более это сейчас, когда летний сезон и основная масса тех иногородних, которые приобретают, сегодня находятся в городе Сочи. Эту работу председателем ТСЖ или главным, кто по подъезду или по дому, если нет до сих пор ТСЖ, надо провести в кратчайшие сроки. Глава города поинтересовался и ходом ремонта в сочинских школах. Как правило, большую часть работ выполняют так называемые шефы. Анатолий Пахомов просит не затягивать со сроками и регулярно предоставлять ему фотоотчет. Слайды, сколько людей было, что делают, если дорожная карта по каждой школе. Особое внимание уделить 21 школе. Это те, которые там, ну побольше ремонт, которые выше 2 миллионов рублей. За каждой из этой школы мы там закрепили строителей, которые должны делать. Из 164 образовательных учреждений в 112 начат ремонт. 80 миллионов рублей бюджетных средств выделены на эти цели. А с учетом шефских, порядка 100 миллионов будет вложено в школьные и дошкольные учреждения, чтобы подготовить их к началу учебного года. От городских проблем перешли к проблемам курорта. Он должен и после чемпионата мира по футболу радовать гостей, в том числе пляжным отдыхом. Взятые накануне пробы морской воды, их было сделано 1600, соответствует всем нормам. Глава города просит своих подчиненных не расслабляться и дальше работать в напряженном рабочем режиме, поддерживая чистоту и благоустройство курорта. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.